Доброе утро, Полтава. Мы в офисе 1580. Сегодня предпоследний день первого месяца зимы. На улице до улитки замка холодно. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Расскажите, что хорошего и плохого произошло за последние сутки? За вчерашние сутки у нас поступила информация о двух чрезвычайных происшествиях. Первый из них госпитализирован ребенок в два месяца с диагнозом острое отравление грибами. Я так понимаю, что отравился он через молоко матери. И поступила информация от ДСНС на 7-й, 57-й, 32-й, 9-й, случился пожар. Слава Богу, пострадавших нет. Пожарники оперативно справились с источником возгорания. В принципе, это из чрезвычайных происшествий. По отключениям у нас остается дом Репина-16. Стоят по квартире 74 без газа. Так же самое, я так понимаю, что не могут попасть в одну из квартир. И по холодной воде у нас 20 домов в районе улицы ТСНК-8 и один дом по... На многоэтажки? Ну, там в основном не многоэтажей, по 4-5 этажей. И в ТСНК-9 тоже зафиксирован выток из-под земли. Тоже пока отключен дом от холодной воды. Дома коллеги будут находиться? Я думаю, что должны, в принципе, они там сегодня уже справятся. На ТСНК-9 выкладывают раскопку вручную. Поэтому я думаю, что сегодня этот вопрос уже закроют. Мы на выходных работали. И сегодня, я думаю, что уже запустят. На Венахитинской говорить так, что думаю, что тоже сегодня сделают. Что нам по погоде обещали? Значит, по погоде сегодня минимальная температура днем должна быть минус 16 градусов. Хочется обратиться к людям, чтобы они не переживали. Особенно по транспорту должны понимать, что при минус 20 у нас троллейбусные линии подмерзают. Поэтому возможное опоздание транспорта. Сейчас у нас такая проблема, что уже идут звонки. Ну, в принципе, я думаю, что троллейбусное управление будет оперативно реагировать на все эти вызовы. Всем хорошего начала рабочей недели, позитивного настроения. И до завтра. До завтра.